В Новосибирском зоопарке случилось по-настоящему долгожданное прибавление. Впервые за 42 года там родился белый медвежонок. Хотя кроха появился на свет еще 11 декабря, выходить из своего укрытия он вместе с мамой, 7-летней медведицей Гердой, начал только сейчас. Она его выводит даже не по настроению, а по желанию. Когда медвежонок сам захотел, тогда он и вышел гулять. То есть от нас это никак не зависит. Не могут пока зоологи определить и пол малыша, потому что мама не подпускает к себе близко специалистов. Очень сильно Герда заботится о том, чтобы не было посторонних раздражителей рядом с малышом. То есть если ей что-то не нравится в окружающем, в окружающей обстановке она малыша не выпустит из своего укрытия. Имя детеныши тоже пока не дали, но это не помешало безымянному малышу прославиться на весь мир. О крохе написали даже в почтенном британском издании Daily Mail. Статью про маленького Косолапова наши английские коллеги назвали. Мы не можем вынести разлуки. Гордая мама показала своего очаровательного медвежонка в российском зоопарке. С чего наши английские журналисты взяли, что кто-то собирается забрать кроху от Герды, непонятно. В комментариях к статье доверчивые люди уже начали просить, чтобы малыша не разлучали с мамой. В ближайшие два года такого не произойдет, потому что такого маленького малыша отправлять никуда не будут, потому что до двух лет он питается молоком матери. Это молоко очень питательно, и если его отправить, допустим, в другой зоопарк в таком маленьком возрасте, он может и не выжить. Кстати, помимо молока мамы, он уже сейчас начинает пробовать еду взрослых медведей, мясо и овощи. А вот ждать, когда сотрудники зоопарка скажут, кто это, мальчик или девочка, осталось совсем немного. Пол крохи обещают определить к концу марта. И после этого все желающие смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее имя для мими-мишки. Полина Сердобольская, Татьяна Ковынева, Влад Комяков, Комсомольская правда, Новосибирск.